Аллилуйя! Говорят, время бежит. Или же ты бежишь. Говорят, время идет, это значит, что ты идешь. Время проходит, это значит, ты проходишь. Время истекло, это значит, что твоя жизнь истекла. И знаете, времена, в Слове Божьем написано, что есть время для спасения и время для жития. Я взял эту мысль, одна из еврейской мудрости, там написано о мудрости, что время проходит, это там говорит, что ты подразумеваешь, что ты идешь, ты проходишь. И время, оно как оно есть, но мы проходим и идем вперед. И сегодня в этой жизни есть борьба. Я так это назову. Мы боремся, знаете, за что? Я думаю, какая темная эта жизнь. Ты борешься, чтобы жить, борешься, чтобы жить. Борется младенец. Когда пятилетнему ребенку, когда моего внучку ведешь к врачу, она ничего не понимает, она сразу начинает плакать. Ага, все. Ты думаешь, вот, борьба началась. Борьба против нечто, разных вещей. Потом в жизни мы боремся против чего-то, против учителей, оценок. Просто боремся и боремся, и борьба, и борьба. И до конца это будет борьба. И потом борешься со старостью, и тебе кажется, что в этой жизни что-то мы выигрываем. Но я думаю, что мы, если даже мы выигрываем, то первую очередь, это мы выиграли Иисуса Христа. Мы обрели Иисуса Христа. Потому что в этой жизни, если кто-то будет выигрывать что-то финансовое, и потом потеряет свою личность, то тогда он ничего не выиграл. Финансы не решают вопросы нашей жизни. Конечно же, в жизни они какие-то вопросы решают, но в этой борьбе, в борьбе этой жизни, мы должны понять, что мы должны в действительности понять, что же мы хотим, из чего мы ожидаем. И в заглаве моей проповеди написано так и написано. Что мы ожидаем от кого? Потому что очень интересный вопрос. Чего же ты ожидаешь от кого-то? От кого ты чего ожидаешь? И что я понял? Мы все время ждем чего-то, но кроме от самих себя. От кого мы что-то ждем? Я думаю, что мы должны... То, что мы должны ожидать от Бога, мы ожидаем от правительства. То, что мы должны ожидать от правительства, мы ожидаем от Бога. А то, что мы должны ожидать от родственников, то, что от родственников должны ожидать, мы ожидаем с другого места. То, что мы ожидаем от нашего руководителя на работе, мы ожидаем от других. И все смешалось. Я думаю, что вот это слово, которое я говорю, то, что если мы будем контролировать наши ожидания и иметь правильные ожидания, то мы получим правильно. Сегодняшняя моя проповедь, я хочу сказать вам, поднять вашу веру и сказать вам нечто. Конечно, я, как наш армян, не имею вот этих ложек, которые сдвигаются. Я не знаю, откуда он нашел эту ложку. Я никогда не подумал бы, что есть такая ложка. Но завтра он едет в Грузию, наверное, готовится к этому. Но очень хороший был пример. Я думаю, что если мы наши ожидания будем фокусировать правильно, то все будет правильно в нашей жизни. Вы знаете, к примеру, мы можем говорить, сказать кому-то, о, вот твой родственник приезжает за границей. Вместо того, чтобы ожидать, что он приедет, будут объятия, будут, или же вот такое теплое отношение, а ты уже ожидаешь, какие же он подарки мне привезет. Разве это не так? Мы можем сказать, нет, это не так. Но в сердцах мы знаем, что это так. Не важно, что ты скажешь, но важно, что есть в твоем сердце. Мы можем сказать крестный кому-то. Мы не говорим, что вот ты будешь моим крестным, но мы думаем, что у него вот такая собственность есть. Но не думаем о его важности, что он может нам дать Слово Божие и наставить нас. Но мы ожидаем что-то другого от крестного. Сегодня мы... И сегодня мы думаем, что ты должен ожидать от самого себя, не ожидать от кого-то, кто-то придет, наполнит твой дом, очистит, сделает все в порядок, приведет. Это все происходит потому, что мы сошли с баланса, потому что мы не знаем, что ожидать от Бога. Знаете, что интересно? Кто в своей жизни... Ну, я уже устал. Ну, может быть, не устал, но уже мне надоело как-то. Кто кому уже надоело, что от него все время ожидают? Все время от тебя ожидают что-то. Но есть нечто, что ты счастливый, что от тебя ожидают чего-то. И я, знаете, в каком моменте мне надоедает это? Когда от меня ожидают, а у меня нет этого, чтобы дать. Я очень рад бываю, когда от меня ожидают, а я имею это им дать, и я даю. Это мне дает радость. Но если у меня нет этой возможности, то это мне уже... Кто-то мне написал письмо несколько дней там назад и хотел деньги, чтобы поехать за границу. Я был бы очень рад иметь эти деньги и дать этому человеку. Да у меня нету. И он... Я говорю, у меня нету. А этот человек говорит, а я ожидал, что вы дадите мне правильный ответ. И каждый день я получаю много, простите, писем, разные письма. По Фейсбук получаю месседжи, по электронным письмам получаю. По всем возможным путям, средствам я получаю письма. И я получаю 500 где-то писем. И каждый имеет какое-то ожидание. Я взял, все пишут, пожалуйста, молитесь за это, за то. И я собрал все прошения за один день, написал у себя. И я не хочу им обманывать. Я сказал, написал. И я понял, что если я буду молиться за то, что за все эти просьбы, которые мне просят, чтобы молиться, я должен 23 часа в сутки молился. За то, чтобы... Для того, чтобы мне обеспечить все эти нужды тех, которые ожидают от меня денег, мне нужно в день 20-30 тысяч долларов. И ты заходишь в кровать, в постель с нуждами людей, с их ожиданиями, проблемами, а у тебя нет этой проблемы, а у тебя нет этой возможности, чтобы восполнить их нужды. Но если что-то от тебя просят, допустим, чтобы помолиться, и если у меня есть время, и я помолился, я очень счастлив, что я кому-то помог, что кому-то посоветовал нечто, которое помогло ему. И одна сестра мне говорит, о, я была вся одинока, и у меня проблема. Я ответил этой женщине, она была довольна, и я счастлив, потому что этот человек получил ответ на свои вопросы. Я подумал в этот вопрос в этот момент. Я подумал, что пусть пишут мне письма те люди, которым я могу что-то дать, но не было, чтобы так, что я не могу дать. И все время у нас вот такие ожидания есть. Чего мы ожидаем от Бога, и от чего мы ожидаем от церкви? Одна женщина подошла ко мне и говорит, «Вы знаете, церковь, она не может дать решение всем проблемам, всем вопросам дать ответ, потому что церковь имеет... Что же есть церковь? Церковь – это наше собрание, это мы». И одна женщина подошла и сказала, «В церкви нет любви». Я подумал, «Да, вы так серьезно думаете?» Она говорит, «Да». Я говорю, «Вы хорошо знаете об этом?» Она говорит, «Да, я хорошо, серьезно знаю, что нет любви в этой церкви». Я говорю, «В нашей церкви где-то более 9 тысяч человек, и вы каждому подошли, и что этот человек наполнен, подошли к каждому и увидели, что они полны ненависти». Я говорю, «Она говорит, нет». Я говорю, «Вот вы когда зашли в службу порядка, как-то неправильно посмотрела или обидела вас, или вот вы пришли, сели в зале, кто-то... Ваш сосед вас оскорбил?» «Нет». Я говорю, «А вот прославление, когда пели, они косо посмотрели на вас?» Она говорит, «Нет». Я говорю, «Когда кто-то говорил о пожертвовании, кто-то плохо сказал вам что-то?» Она говорит, «Нет». Я говорю, «А когда я проповедую, вы что-то... Я что-то вам плохое сказал? Она говорит, нет. Я говорю, а потом вы повернулись ко мне и пришли сюда, и вы мне говорите, что вот нет любви. Вот вы что, во время этих шагов, в это время вы почувствовали, что нет любви или как? Она говорит, вы знаете, нет, я просто почувствовал, что нет любви. Просто, зная ее жизнь, я могу сказать, что... Знаете, откуда человек получает от любви? Получает из работы, из общества, в обществе получает, в семье и в церкви. Но очень часто они хотят, чтобы все эти разные виды любви они получили в церкви. Я говорю, дорогая сестра, я знаю твою жизнь, я знаю, что, может быть, твой муж не дает тебе любовь, и ту любовь, которую он тебе должен дать, вместо того, чтобы лупить тебя, церковь, она не может дать тебе. Церковь может вам дать прославление, может дать вам поклонение, она может дать молитву, Слово Божие и общение. Вот где заканчиваются функции церкви. Что, какие вы ожидания у вас есть от церкви? Иногда люди приходят и говорят, вот вы церковь, вы не можете пойти вот это такое выполнить? Они приносят такое бремя на нас, и мы не можем выполнить. И один учитель пришел и говорит, вы должны более активны быть в вашей церкви. Вы не видите, что происходит в Министерстве образования? Вы должны поменять там все. Это еще хорошо. А когда еще приходят и говорят, вы должны поменять группу прославления, это другое дело. А когда приходят и говорят, вы должны поменять правительство, но церковь не меняет правительство, церковь общается с Богом, церковь открывает пути Божьи. И вы знаете, вы не должны ожидать от церкви то, что церковь не может дать. И таким образом, есть вещи, которые человек должен сам делать. Бог сказал ему сделать. И в одной семье ребенок очень разбалованный. Он не то, что активный ребенок, а просто не воспитали, просто не воспитали в семье. У него нет никаких норм поведения, ни культуры, ни может общаться, ни уважать взрослых, или же с верстниками все время его лупят. И когда я говорю с родителями, говорю, тебе нужно время предоставить своему ребенку и воспитать его, я говорю, а, я все предоставил родителям, я все предоставил в руки Божьей. Я говорю, и что должен сделать Бог? И пусть Бог воспитывает ребенка. Мы так представляем это. Ты заходишь домой, и ты видишь ребенка, ребенок спокойно сидит, и вот распятый Христос, нет, там написано в Слове Божьем, что воспитывай сам, родитель, воспитывай сам, с самого начала. Наши ожидания неправильны. То, что мы должны сами делать, мы не должны ожидать от Бога. А то, что Бог должен делать, мы должны ожидать от Него. То есть, я буду говорить несколько вещей, что мы должны ожидать от Господа. Если у вас есть такие ожидания, дорогие мои, то ваши ожидания будут оправданы. Я снова буду повторить. Ваши ожидания будут оправданы. Может быть, у тебя проблемы, какие-то заботы финансовые и все такое. Поменяй свои ожидания. Ты думаешь, о, вот моя жизнь, наверное, вот такая, значит, так и продолжишь. Нет. Поменяй свои ожидания до конца. Скажи до конца. Верь Богу. Потому что рука Божья не сократилась, чтобы помочь тебе и поднять тебя. Итак, дорогие мои, если, когда мы подходим к Богу, мы не должны подойти только по меркам этого мира. Мы должны подойти по меркам мира и небес, потому что имеем эту землю, и мы имеем небеса. И мне нравится, что Бог создал небо и землю. И сказал, я так рад, когда читаю, радостно, когда читаю это место. Мы не то, что должны работать, трудиться, чтобы жить на этой земле, но также для того, чтобы жить во славе на небесах. Итак, дорогие мои, что мы ожидаем от Бога? Первое. Не могу не начать с этого. Какое ожидание я имею от Бога? Мы верим в Бога. И вы знаете, к примеру, вы видели, слышали о таких людей? Я не видел, но слышал людей, которые заходили в храм, ставили свечку и говорили, мы идем на воровство, чтобы нас не поймали. Как вы думаете, Бог стоит за этим? Человек идет на воровство? Или же одна сестра, самое чудесное свидетельство. Я молилась, я пошла в казино, чтобы поиграть и выиграть, и я проиграла. Я сразу скажу, Бога нет в казино. Нельзя ожидать Бога там, где Он не говорил, чтобы Он там будет. Потому что это должно быть место свидания с Богом. Потому что Бог может быть в казино не для того, чтобы играть, но для того, чтобы спасать людей. Итак, что мы ожидаем от Господа? Первое. Что бы я ожидал от Бога, я скажу вам. Я жду от Господа вечную жизнь. Жизнь после смерти. Знаете, что я жду? Я жду вечную жизнь после этой жизни на земле, чтобы видеть своих родственников и друзей Иисуса, и всех святых, Павла, Петра, и общаться с ними, провести время. Я ожидаю вечную жизнь. И Бог стоит за этим ожиданием. Посмотрите, что написано в Слове Божьем. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава. И кто съест этот хлеб, он будет жить вечно. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть пицца. И тот хлеб, который Он дает, это Его Слово. Это Его Божество. И Его Божеством мы живем. И каждый верующий, какое ожидание он должен иметь? Не то, что он должен ожидать, что он умрет. Нет. Он должен жить и делать дела Божьи на этой земле. Но в один день, когда приходит время, он не боится и не дрожит. Он говорит, я соединюсь с Богом. И тогда... Знаете, что происходит? Я вам серьезно говорю. Небеса открываются, и он видит открытые небеса и ангелов. И он наполняется, насыщается. А здесь, на земле, Его хоронят. И вы знаете, что в Армении не любят говорить об этих темах. Но мы во Христе, у нас нет страха о смерти. И я так рад, что... Если человек говорит, что я рад, что я счастлив, то если он не спасен, то он не может быть счастлив. Но если человек спасен, то он может быть счастлив, потому что он имеет вечную жизнь. Это первое. Второе. И вы знаете, Иисус что сказал? Что мы ждем от вечной жизни? И мы говорим, Иисус, не уходя от нас. Если я не уйду, то не может прийти он. Кто? Очень многие... Дух Святой. И многие ждут больше денег, нежели Духа Святого. Но в Слове Божьем там сказано... Евангелие от Иоанна 16, 7. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И все сказали, аминь. Слово говорит утешителя. Знаете, почему слово не говорит? Я пошлю вам кого? Кто вас обеспечит? Пошлю вам финансиста. Кто финансирует вам? Я пошлю вам спонсора. Нет. Знаете, почему он так не говорит? Причина в чем? Я скажу. Потому что каждый человек имеет нужду в утешении. Каждый имеет нужду в утешении. Очень часто мы думаем, что в утешении мы нуждаемся, когда мы потеряем кого-то. Конечно, 100% тогда мы имеем нужду. Но каждый человек имеет нужду в утешении. Слово Божие говорит. Был плач, но не было утешителя. Был плач, но не было утешителя. Знаете, блаженный тот народ, где есть плач, но есть и утешитель. Утешение не значит, что мы все счастливые такие, обеспеченно живем. И тогда нам не нужно было бы утешения. Нет. Когда у тебя есть финансовая проблема, у тебя нужно утешение. Когда кто-то потерял работу, тебе нужно утешение. Когда твой ребенок болен, тебе нужно утешение. Если у тебя есть проблемы в семье, тебе нужно утешение. Кого-то обидели, тебе нужно утешение. В каждом случае нам нужен утешитель, утешение. И если у тебя есть ожидание, вернее, если ты не ожидаешь, что ты не получаешь, но когда в проблеме, когда в сложностях, и ты теряешь свою голову и говоришь, что же я должен сделать? «О, я жду, Господи, я ничего не жду от Тебя, но я жду утешения, потому что Ты обещал, и в Тебе, внутри, изнутри, что-то начинает Тебя утешать, и Ты начинаешь Тебя укреплять и поднимать. Слава Господу! Ты снова поднимаешься на ноги, стройно. Мы можем сказать, что есть человек, которому не нужно утешения. Есть такой человек? Каждый человек нуждается в утешении. Значит, первое, мы получаем вечную жизнь. Второе, конечно, я говорю первое, второе, там много можно что ожидать. Я несколько только перечислю. Я прошу вас, когда вы будете читать Библию, все время подчеркните те места, где Бог обещает, что Он даст вам. И тогда мы можем ожидать от Бога. Третье, скажи, спокойствие. Есть люди, которые говорят, дайте мне деньги и посмотрите, как я успокоюсь. Знаете, сколько я видел людей, которые лежат на пляже, и они в депрессии. Однажды я говорил с одним человеком, и этот человек возвратился недавно с отдыхом и сказал, Артур, я возвращаюсь с Италии, там отдыхал на самом лучшем месте, но это было для меня ад, как ад. Я потратил столько денег, но мы пошли, там столько беспорядков были, там драки были, и все такое не было, не мог я успокоиться. Я думал, во время этого отдыха я хотел умереть просто. Когда? После того, как я поговорил с этим человеком, я поехал в одну из деревень, где у нас есть церковь в Армении, и там одна сестра говорит. Я говорю, вы когда-либо отдыхаете? Она говорит, да, конечно. И говорит, да, конечно же, на прошлой неделе пошли на горы, и там хорошо отдохнули. И в один момент ты понимаешь, что отдых – это духовное состояние, а не финансовое. Финансовое не то, что они не решают проблемы, но они также и не решают твои основные проблемы. И в Матфея 11, 28. И придите ко мне все, труждающие обременные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим в моей жизни. Я молюсь вот так. Господь, я так устал. Я так разочарован. Было ли в твоей жизни, что ты не хочешь отвечать на телефонные звонки? И знаете, когда ты ненавидишь звонки, не то, что людей, которые звонят, а звонки телефонные. Ты в них любишь эти телефонные звуки. И эти письма, и эти письма, и эти месседжи, которые возникают у тебя на телефоне, ты не можешь переносить уже. Ты должен всем ответить. О, Господь, ты больше ничего не хочешь. И ты понимаешь, что что-то не то. С утра проснулся, и ты думаешь, Господь, я от тебя не ожидаю от нечего другое. Ты сказал, возьмите мое бремя. Вот это твое бремя, Господь. Вот, дай мне покой, Господь. И в этот момент приходит присутствие Божие. И ты садишься на свое место, и просто молишься, и через два часа ты наполнен, ты в мире, ты спокоен. Ты полностью наполнен энергией, чтобы пойти на работу и работать. И решаешь все вопросы. И тебе думают, что написано очень много писем, но ты все отвечаешь. И когда приходит звонок, ты отвечаешь на звонок, потому что написано, что я дам вам покой. Слава Господу, это духовная вещь, это не будем ожидать, это в физическом мире. Это духовная. Халлелуя. Сегодня, я думаю, что это откровение для многих нужно, что каждому из нас нужно это успокойство. Ты скажи, дай мне этот покой, и Бог даст тебе этот покой. Не думай, что Он не даст, не даст. Нет. Почувствуй, где это. Почувствуй, где это. И четвертое. Иоанна 14, 16. И я умолю Отцу, и даст вам другого утешли, да пребудет с вами вовек. Дух и Сына, Которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Вы знаете, что? Если ты не имеешь человека чего-то, ты можешь ему напомнить что-то? Кто знает? Если человек не знает об этом, ты можешь ему напомнить об этом? Нет. И многие люди говорят, почему я должен пойти в церковь, почему я должен читать слово, чтобы тебя напомнили. Если человек не читает Библию и не идет в церковь, и ничего не слышит, и не имеет связи с духовным миром, то Дух Святой не может ему ничего не напомнить. И здесь Слово Божие говорит, что ом, пошлю, вас научу и вас вам напомню. И когда я молюсь, я говорю, Бог, я ожидаю, что ты будешь учить меня. Слава Господу. И знаете, какой день у меня был вчера? Я думал, Бог мой, я ожидаю, чтобы ты меня научил. Пожалуйста, научи меня. И как-то вдруг получаю какое-то откровение, получаю, и я изучаю, и я говорю, о, как сильно. И Слово Божие говорит, это я не дал тебе для проповедей. Я говорю, а для чего? Я просто учу тебя. Я говорю, слава тебе, Господь. Так что я вам не буду говорить об этом, что Он меня учил. А потом получаешь что-то другое. И когда ты открываешь, что для Бога твое ожидание правильное, вы помните, я с самого начала сказал, что блажены те люди, у которых правильное ожидание, кому я могу ответить. Я знаю, что Бог всесильный, но Он не выходит из рамки Своего Слова. Я говорю, имею я свое ожидание от Бога. Научи меня, Господь, научи меня. И Слово Божие приходит, и Слово Божие открывается и начинает тебя обучать. И тогда я вчера чему-то обучился. Это знаете, что значит, что когда придет время, когда придет момент, тогда Он мне напомнит об этом. И люди меня спрашивают, а можно сделать тату? Я говорю, Боже мой, а можно делать тату? И в этот момент Дух Святой... Никто на Иисусе не знает Библию, но вдруг Слово Божие открывается, и там в Слове написано, да не будет на тебе этих тату. И я говорю, ох, как хорошо, что есть это в этом Слове. И Дух Святой мне напомнил, я сейчас отвечу этому человеку. И я говорю об этом человеку. И бывает время, когда люди спрашивают тебя, и ты говоришь... Был один человек в интернете, он был... И этот человек говорит, вот Слово Божие говорит, это, это, это. Но Слово Божие об этом не говорит. И ты думаешь, а ты что, знаешь Слово Божие одно Иисусе? Нет. Я просто каждый верующий очень хорошо знает, Слово Божие говорит об этом или нет. Дух, это когда ты читал Библию, то Дух Святой тебе напоминает. И я, знаете, раньше о чем мечтал. Я покаялся в Пятидесятнической церкви, это благословенная церковь, но потом я вышел оттуда. Но был у меня один друг оттуда, из этой церкви, и он говорит, что я хочу дойти до небес, даже, даже, я не надо мне зайти, хотя бы около стены быть. И я думаю, дорогой мой, думаю, вот и без того армяне живут на краю земли. Тебе кажется, что все здесь заканчивается. Было время, все отсюда началось, блаженно то время, когда все начиналось. Но все выходит отсюда, уходит. Я говорю, мы живем в плохих районах, но можем же ли мы на небесах жить в хороших районах? Я говорю, я хочу такое место, где, чтобы каждый член нашей церкви, они бы, в Библии написано, что победители будут жить рядом с престолом Божиим. Я говорю, чтобы каждый из церкви Божьей, церкви нашей, он был бы победителем и жил бы около престола Божьего. Но сейчас, это была мечта в 90-м году, но сейчас, знаете, о чем я думаю? Боже мой, я хочу, чтобы была такая, чтобы быть пастором той церкви, чтобы все время мог бы мне напоминать. Ты, значит, ты должен, то есть, чтобы я мог бы им напоминать из Слова Божия. То есть, вы должны уже знать что-то, чтобы я мог бы вам напоминать. Кому я могу напомнить о улице в Японии? Сказать, не помнишь ли ты улицу в Японии? Ты можешь сказать, а меня не было там, откуда мне вспомнить? Но я тебе могу напомнить то, что ты знаешь уже. Я скажу, дорогие мои, кто помнит, что есть Пасха? И все скажут, мы узнаем. Кто помнит, что красят яйца? Не помните, разве? Есть здесь люди, которые помнят, что мы красили яйца? Мы чемпионы мира по крашению яиц. Единственный народ, который подумал, что можно бороться вот этими яйцами. Например, почему мы их не смиряем, эти яйца, в мир не приносим? Думаем, Пасха должны любить друг друга, смирять друг друга. Почему мы боремся с этими яйцами, а не как бы дружимся? Берет кто-то свое крашеное в красный цвет яйцо и говорит, вот, вдруг мы давай будем подружимся, пусть они подружатся. Нет, мы должны обязательно, чтобы они боролись. Мы поехали однажды в гости. Много раз, конечно, ехали в гости, но однажды на Пасху мы поехали в гости. А я знаю, что такое Пасха. Если для кого-то это традиция, то это для меня профессионально. И хозяин дома, чудесный гостеприимный человек, у них был стол накрыт, и взял яйцо и говорит, давай будем сейчас бороться. Я говорю, почему? И он говорит, ну, посмотрим, кто выиграет, кто победит. Я говорю, а кто победит? И он говорит, это яйцо будет его. Я говорю, ну, пусть будет твое, давай без этого, чтобы бороться. Я говорю, это день мира, и Иисус примирил человека с Богом. Давай не начинать этот праздник с борьбы. Давай начнем с благословения. Я помолюсь, благословлю этот день. И он встал и сказал. И он сказал жене, смотри, чтобы никто у нас больше, после этого у нас дома никто бы не боролся яйцами. И давайте не будем делать. И меня спрашивают, а можно ли красить яйца на Пасху? Все можно делать. Давайте и дом красти. Все можно красить. Ну, одно, знаете, что красить яйца ничего общего не имеет с Христом. Плов варить, рыбу варить, зелень готовить, но это ничего общего не имеет со Христом. Мы приглашаем вас в церковь, чтобы вы прославляли Христа в этот день. Итак, почему я поговорил о Пасхе, я говорил о напоминании? Скажи, Господь Бог, хочу знать столько, чтобы Ты мне напоминал. Дорогие мои, даже в Библии, которую читаешь ночью, не думай, что ты ничего не понимаешь. Ты понимаешь, придет время, и Бог тебе напомнит все. Итак, пятое. Вы очень любите это. Малахия 3.10. Принесите десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Сауф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли вам благословение? И знаете, благословение – это не только финансово. Благословение – это большой букет. И ты можешь стать и сказать, Господь, Ты сказал, что Ты благословишь меня. Пожалуйста, дорогие мои, возьмите и молите. Поменяйте ваши ожидания. Не соглашайся с той ситуацией, которая у тебя есть сейчас. Завтра у тебя будет другая жизнь. Завтра может все измениться. Слава Господу! Не бойся. Если тебе 60 лет, не бойся, что ты пойдешь на пенсию, и тебе она не хватит. Может быть, ты даже откажешься от своей пенсии. Слава Господу! Трое верят в это. Может быть, не только ты откажешься от пенсии, но ты кому-то еще дашь пенсию. Дорогие мои, я вам говорю серьезно. Может быть, ты пятерым будешь платить пенсию. Ты скажешь, пока я жив, вы будете получать от меня пенсию. Одна девочка говорит здесь, я? Да, именно ты. Откуда ты знаешь, что произойдет с тобой завтра? Мы ходим с Богом, и Бог говорит, принесите десятину хранилища в храм мой, потому что я открою вам небеса так, что не будет места. Итак, здесь написано, принесите десятину в дом хранилища. И написано, и придет время, что когда пастором в церкви будет не я, а кто-то какой-то молодой человек, или другой человек, и моя десятина придет в дом Божий. Несколько недель назад один брат сказал, и говорит, я хочу свою десятину дать тому или другому. И говорю, нет, потому что ты получаешь благословение. Делай свое добро за свой счет, не за Божий счет. Десятина – это единственная вещь и пожертвование, которой никто не скажет тебе спасибо за это, только Бог скажет. В тот день, когда твои десятины возрастут и все такое, но ты должен делать так, чтобы Бог прославлен был, чтобы твоя правая рука не знала, что делать, левая. И говорит, принесите десятину в дом Божий. И сегодня, сегодня я ожидаю, и ты говоришь, чего ты ожидаешь? Я ожидаю благословения. Знаете, что я делаю? Я серьезно верю. Я не сказал зря пенсию. Многие знают, что я мечтаю, что придет время, что я буду так благословен, что я не буду жить на пенсию. И одна сестра говорит, я больше верю, что ты мне дашь, нежели я дам. Каждый из нас будет расти и будет укрепляться. Ты вчерашний, не будешь завтра, начинается новый день для тебя. Слава Богу. Шестое. Наследство. И написано, что проси у меня и дам народы к наследию тебе и пределы земли владения тебе. И мы христианский народ, и мы прославляем Бога, и мы больше будем прославлять. Знаете, что начнется через месяц в нашей церкви? Слушайте внимательно. Я уже живу этим, горю этим. И прославление начнется с 7 часов до 10. Потом будет перерыв, потом снова будет и прославление, и поклонение, будет музыка, будет также молитва. Если вы идете, я не знаю, проезжаете на работу, заходите сюда 10 минут, молитесь, молитесь, читаете Библию, идете на работу, люди будут приходить и уходить, и будут двери открыты для молитвы. Я верю, та церковь, которая молится и стоит в молитве, этот народ будет благословен. Слава Иисусу. Знаете, люди говорят, что, а, вот Бог увидит, Он даст. Если бы Бог и так действовал, Он бы сказал, просите меня внимательно. И ты проси у меня и дам народу в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. И пределы земли. И знаете, от кого мы просим? От Бога. И написано, что просите. И мы будем просить, и говорить Господь, береги нашу землю, наши границы, наша миссия, пусть будет распространяться, и каждый найдет Христа. Слава Иисусу. Халлелуя. И седьмое. Может, группа прославления подойти? Бог даст власть духовную. Знаете, мы от кого мы ждем духовную власть? Матфея 16, 19. И знаете, если кто-то возьмет мое слово и вырежет его из контекста и скажет, о, вот, он говорит, что мы жаждем власти. Но те, которые имеют власть, он не ожидает власти, потому что мы имеем власть. Потому что нет больше власти, чем связать дьявола и разрушить его дела. И знаете, в этом стихе написано о церкви. И дам тебе ключи Царства Небесные. Это Матфея 16, 19. И дам тебе ключи Царства Небесные. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Слава Господу. Знаете, какое ожидание я имею? Очень часто я, когда молюсь, я говорю, во имя Иисуса Христа, я вижу сатану, и эту атмосферу, и эту зла. Я говорю, связываю всякие силы бесовские. И ты можешь так молиться. Ты можешь молиться Духом Святым на языках. Потом, как только ты чувствуешь, что твой дух возрос, ты можешь провозглашать и молиться, и говорить, Я связываю всякие бесовские силы, которые вышли против меня, просто, которые вышли, чтобы разрушить дела Божие. И дьявол, пусть твои дела будут связаны, и пусть Бог, я прошу, чтобы небеса были открыты, благословения Твои спустились на меня. Ожидаю этого славы Иисусу. Аллилуйя. Итак, дорогие мои, чего же мы ожидаем? Первое. Вечную жизнь. Что вы думаете, мы получим? Аллилуйя. Второе. Утешение. Получил ты. Кто имеет Духа Святого, подними руку. Знаете что? Не надо ждать у вас этого внутри. Просто вам надо утешиться. Пусть Бог вас утешит во время этой песни. И когда эта песня будет звучать, просто пусть Бог, просившим Бог тебя, утешил. Утешил. И третье. Спокойствие. И знаете, как мы уставшие очень. И я, микрофон в моих руках, я говорю. И если бы я дал микрофон каждому, человек бы рассказал. Но в Боге у нас есть спокойствие. В Боге духовное спокойствие. Четвертое. Он научит и напомнит вам. Пятое. Он пошлет благословение на тебя. Шестое. Наследство. И владение. И седьмое. Власть в духовном мире. Вот чего мы ожидаем. Мы ожидаем этого. И эти вещи, если ты будешь ждать... Знаете, что я чувствую? Что Бог, Он отвечает на ожидания. Бог отвечает на ожидания. Давайте встань на ноги. И будем петь эту песню. И будем молиться. Просто проси, чтобы был спокой и утешение. Поменяйте ваши ожидания. Может быть, ты уже привык к той ситуации, которую ты находишь. Нет. Но скажи, нет. Завтра время новых откровений. Благословения. Благословения. Может быть, у тебя есть проблемы финансовые. У тебя есть один источник, и он иссяк. Но я вам скажу. Бог имеет еще 30 других источников, которых ты не знаешь. 30 других источников ты одних не знаешь. Может быть, тысячи источников Он имеет. Просто нам нужно получить откровение и сделать шаг в том направлении. И очень часто, когда что-то иссыхает, это не Бог. Это то, что мы сфокусированы на одной вещи. Но в Боге нет лимита. И знаете, как видят наши глаза? Я не знаю, это 180 градусов. 180 градусов. А Божьи глаза видят 360 градусов. Это не Майо, это Багра должен был сказать. 360 градусов и более. Те люди, которые видели небеса, знаете, что они свидетельствуют? Один человек говорит, мы не понимали, как, но мы видели 360 градусов. И сзади мы видели, и спереди мы видели. И ангелы, знаете, сколько они видят? 360. Но Иисус, я вам скажу одну вещь. Он говорит, я видел ангелов, восходящих и нисходящих. Но это, но видели вот в трехмерном измерении. Это другое измерение. Измерение. Этот человек будет проповедовать за один день об этом. Я хочу. Я так рад. Наши тысячи начальники такие умные. По каждому вопросу можно к кому-то обратиться. Здесь у нас есть человек, который по лингвистике, другой по физике, другой за каждый дар, который имеется. Слава Богу за вас. Этот человек вам скажет о всех этих измерениях. Итак, дорогие мои, я не знаю, почему я принес этот пример, но мы видим вот только так впереди. А Бог видит многие измерения. Он все видит. Все видит. Твои возможности, ты видишь вот такие ограниченные. А знаешь, как Бог видит? Вот в разных измерениях. И когда мы молимся, мы говорим, Господь Бог, покажи то место, где мои глаза не видят. И Бог открывает. Слава Господу. Аллелуя. Давайте будем петь. Просто закрой глаза и будем молиться Господу. Слава 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 Господу. И мы ожидаем, чтобы небеса открылись для благословения, для Твоей церкви. И благослови края земли нашей, и защищай наши границы. Иисус, 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 благослови. Слава Тебе, Господь Бог. Аллилуйя. Слава Господь, Господь, царь царей. Аллилуйя. Аллилуйя. Ева Испес. Вовеки. Аминь. Аминь.